Вопрос о повышении тарифов на подземный и наземный горэлектротранспорт в повестке дня из полкома горсовета рассматривают номером четвертым. С обоснованием повышения выступает один из замов мэра Михаил Фатеев. Начинает с метро. Уверяет, повышение стоимости проезда в подземке крайняя необходимость. Последний раз ее повышали в 2013. А с этого момента тарифы на электроэнергию повысились в 6 раз. Возросли затраты на ремонт, основой минималкой впору за голову хвататься. А метро предприятие дотационное, от него одни убытки. По итогам 2016 года убытки предприятия от предоставления услуги по перевозке пассажиров составили 141 миллион 300 тысяч гривен. Работоспособность предприятия при этом была обеспечена за счет средств городского бюджета. Ситуацию катастрофического положения наземного транспорта Фатеев подкрепляет цифрами возраста троллейбусов и трамваев. Одним больше 11, другим больше 30. Не забывает и льготников. Их в трамваях-троллейбусах ездит больше 60%. Причины повышения членами исполкома принимаются безоговорочно. Правда, рассчитывать на улучшение сервиса и новый электротранспорт харьковчанам не стоит делиться уже с журналистами. Заместитель мэра по завершении заседания. Новый тариф, который сегодня принят исполнительным комитетом, позволит обеспечивать работоспособность предприятий, то есть покрыть те затраты, которые необходимы предприятиям для того, чтобы приобрести электроэнергию, выплатить заработную плату, осуществить ремонты. К заявлениям чиновников об убыточности транспортных предприятий специалисты относятся скептически. Харьковский антикоррупционный центр уже указывал на то, что КП «Харьковский метрополитен» зарабатывает немалые деньги, которые не отражаются на его счетах. Прежде всего, речь идет о доходах от размещения рекламы и аренды киосков и магазинчиков в переходах. Непрозрачность как формирования тарифов, так и доходов самих предприятий не позволяет оценить, насколько обосновано нынешнее повышение и насколько эффективен менеджмент предприятий, соглашаются и экономисты. Ну, обоснования как такового я пока что-то так и не увидел. В принципе, словам о том, что они хронически убыточные, можно доверять, можно не доверять. Опять же, где отчеты о деятельности предприятия, заверенные аудиторами о том, что там есть убытки. И третий вопрос, сколько денег получает метро, например, от рекламы и куда эти деньги идут. Харьковчан повышение стоимости проезда не особо радует. Говорят, будут вынуждены снова затянуть пояса. В списке приоритетных статей экономии – еда. Ну, будем себе в чем-то отказывать, скорее всего. В том, чем отказывали, а теперь будем отказывать вдвойне. То есть раньше мы ели 100 грамм гречки, сейчас будем, видимо, 50. Ну, и не целую курицу, а половинку, я думаю, поэтому. Да, мы будем больше зарабатывать, стараться. Может, найдем новую работу, вот, и все будет хорошо. Ну, а что делать? Без транспорта никуда, поэтому буду искать какие-то другие, может, источники дохода, либо экономить, опять же, на чем-нибудь, либо в чем-то себе отказывать. Других вариантов я не вижу для себя. Откуда угодно, как они изыскивают деньги на то, что поесть, попить. Оттуда же будут изыскивать и на проезд. Стоимость проезда повысится с момента опубликования решения исполкома и составит на наземный электротранспорт 3 гривны на метро 4. Артур Рязанов, Оксана Нечипаренко, агентство телевидения новости.